здравствуйте друзья я вас снова приветствую и сегодня у нас очередная мини лекция про mdx запросы сегодня у нас тема простая и короткая надолго мы на ней не задержимся обсудим различия между директивой non empty и функцией non empty в чем между ними разница и когда лучше применять одно когда лучше применять другое вот такой вопрос сегодня у нас на повестке у микрофона как обычно федор самородов и мы с вами могли встречаться в учебном центре специалист где я преподаю моя специализация это курсы по базам данных по реляционным базам многомерным базам но и в том числе по mdx запросам конечно же ну давайте сразу к делу вот эти вот различия между директивы ннмти и функцией ннмти очень часто спрашивают на собеседованиях это очень популярный вопрос так что если претендуете на вакансию многомерщика перед собеседованием повторите в чем разница между этими конструкциями ну и вообще они делают похожие вещи вот эти две операции и очень часто используют в mdx запросах если запрос сгенерирован каким-нибудь конструктором ну вот в excel например вы визуально конструируете mdx запрос или в каком-то средстве для отчетности то скорее всего вы там увидите директиву ннмти а если запрос написан человеком то это вещь тоже полезная правда люди предпочитают использовать не директиву ннмти а без пробела такую функцию ннмти эти две вещи решают одну и ту же задачу но делают это немножко по-разному и эту разницу мы с вами сейчас узнаем наверное будет проще если я сразу простой пример приведу так я возьму стандартную базовую adventure works вас такая наверное есть и на ней напишу какой-нибудь простой отчетик очень простой так ну давайте построю простую сводную таблицу пусть у меня на горизонтальной оси будут ну скажем товары или нет лучше давайте наверное товары пусть будут по вертикали из товаров я возьму цвет товары бывают разных цветов а по горизонтали я возьму годы годы в который у нас были продажи вот так как и меру меру надо выбрать еще давайте я буду все эти построения делать в контексте меры розничной продажи скажем интернет order quantity это количество штук которые были проданы в розницу вот такая сводная таблица запрос у меня выполнился и вроде все нормально как раз вот этого я ожидал что по горизонтали у меня будут годы то так и есть вот они годы вертикали цвета однако сразу бросается в глаза что большая часть таблицы забита пустыми ячейками видите ну означает что просто не было продаж в этом году товаров такого цвета и пол таблицы получается для меня вообще как бы бесполезной совершенно малозначимой а еще я заметил что есть цвета которые вообще никогда не продавались серый цвет вся строка забита пустыми ячейками и серебристо-черный тоже продаж видите никаких нет но кстати обратите внимание это не значит что эти цвета вообще не нужны или годы не нужны нет совсем не обязательно дело в том что это означает что именно в розницу мера интернет орда quantity в розницу не было продаж но вот эти цвета могли продаваться оптом или вот в эти годы и там могли быть какие-то другие оптовые продажи могли существовать так что это вполне нормальная ситуация и появление этих пустых ячеек это естественный процесс но большинство пользователей эти пустые ячейки не интересуют и для них будет удобнее если мы вот эти пустые ячейки сразу уберем чтобы они их не отвлекали и не мешали восприятию отчет и принятию судьбоносных решений каких-то как их можно быстро убрать а давайте в самом начале выражение формирующего ось секции select запишем но empty вот так нон empty с пробелом давайте договоримся что если я пишу нон empty с пробелом то это я буду называть директива но не а если без пробела то это будет у меня функция я допишу нон empty и к цветам и к годам и смотрите результат сразу стал компактнее у меня пропадают годы которые полностью забита пустыми ячейками и пропадают цвета которые тоже полностью забита пустыми ячейками вот здесь уже нету серого цвета и серебристо-черного но нам все вы можете применять отдельно к каждой оси ну например хочу чтобы годы без продаж пропали а цвета без продаж все-таки остались тогда вот этот вот нон empty я уберу повторяю запрос свой да видите годы по-прежнему пропадают пустые а вот цвета без продаж они вернулись вот например серый цвет видите вернулся вот так но нам тем это как видим штука полезная и нам про нее важно знать две вещи про директиву во первых она применяется целиком к оси я ее могу написать в секции select столько раз сколько там у меня осей ну например вот она применяется сразу к оси и никак иначе это раз и вторая важная штука заключается в том что это директива применяется в самом конце то есть когда уже вычислены все выражения формирующий вашу ось но здесь у меня особо нет никаких вычислений я просто беру иерархию и уровень иерархии и вывожу на ось но вообще-то я мог ведь здесь что-то фильтровать сортировать какие-то там кортежи конструировать так вот директивы на нем тис работает самом конце уже после того как завершено построение всех кортежей всякие фильтры там отработали и все прочее уже случилось перед самым выводом содержимого это оси применяется на нем те и отбрасываются полностью пустые значения вот так директива на нем те она без сомнения полезна и ее очень часто используют конструкторы просто по умолчанию вставляют в каждый запрос который вы визуальными средствами конструируете потому что это удобно и пользователи обычно вот этих совершенно пустых значений видеть не хотят но если запрос написан человеком не конструктором составлен живым человеком написан то скорее всего вы там директивы на нем те не увидите а вы там увидите функцию в нем те потому что директиву на нем те она не управляемая у нее нет никаких там параметров ничего вот вы можете это как бы как в такой флажок который вы ставите для оси что с этой оси был убрать полностью пустые значения и все и не как вы ей не управляете а иногда хочется большей управляемости и тогда вы можете применять не директиву на нем те а функцию на нем те сейчас я это покажу и так пока я использую директиву я могу для каждой оси это эту директиву ставить или не ставить и для целой оси убирать показ или выбрать показ пустых ячеек ну принципе неплохо и мне кажется что вроде какая-то управляемость есть однако смотрите я этот запрос немножко решил переписать допустим я этот запрос готовлю к размещению в reporting services например и мне нужно сделать уплощение reporting services не понимает таких вот многомерных результатов он хочет видеть табличный результат с заранее известным количеством колонок ну и это в принципе стандартная практика многие системы не могут работать с многомерными результатами что мы тогда делаем мы тогда берем меры переносим на первую ось а колонс а все остальные заключаем в cross joint все остальные оси заключаем cross joint и выводим на строки на вторую вот так вот это в принципе то же самое по-прежнему я вижу сочетание годов и цветов но только не в виде сводной таблицы как у меня было раньше вот раньше у меня сводная таблица по одной оси года по другой цвета а я вижу это в виде обычной таблицы где годы и цвета выброшены на одну ось и сочетаются друг с другом ну как cross joint так и что же я вижу опять я вижу что больше половины результатов пустые ну все правильно мы знаем что до 2010 года вообще не было розничных продаж и еще некоторые цвета вот например серый вообще никогда в розницу не продавались да все правильно теперь попробую по старинке применить директиву но рамки я беру этот же запрос и дописываю вначале но нам вот так но нам срабатывает в конце вычисления оси самом конце когда уже построены все комбинации между годами и цветами и после этого выбрасываются пустые ячейки смотрите вроде бы я получил результат правильный цифры здесь такие же как и в моем первом варианте вот и нету пустых значений но все таки этот результат не совсем такой потому что здесь нету пустых значений вообще то есть после уплощения этого списка пустые значения все были выброшены директивы на нэмпти и даже если скажем синий синий цвет товары синего цвета иногда продавались а иногда нет вот словами таблицы видите у меня неизвестные значения остались в некоторых позициях а в уплощенной версии моего запроса вообще нулов нету ну то есть результат не совсем такой и с директивы на нэмпти ничего не сделать то есть вы ее либо пишите либо нет и это значит что вообще все нулы выбрасываются либо никакие не выбрасываются то есть действительно это директива очень неуправляемая она управляется просто как флаг для оси и особенно это неудобно если у вас на оси собирается много разных измерений в кортеж что можно сделать можно применять не директиву на нэмпти а функцию нэмпти функция хороша тем что она применяется не в конце выполнения запроса тогда когда вам это надо значит но например вот я вернулся к первоначальной своей первоначальному своему результату когда я нулы не выбрасывал вот 101 строка получается хорошо я говорю хочу выбросить пустые годы но нэмпти я пишу теперь в одно слово и как функцию со скобочками причем у этой функции есть два параметра первый параметр это список того из чего вы будете выбрасывать пустые ячейки а второй параметр это обычно мера то есть это то на пересечении с чем эти пустые ячейки образуются или не образуются вот так то есть я говорю выброси мне не просто всю пустоту а выброси мне именно пустые годы и пустыми годами считать такие годы где не было именно розничных продаж как видите это гораздо более управляемая конструкция запускаем смотрим 51 строка до нулов стало меньше но все-таки они остались ну например вот серый товар у меня остался годы до 2010 все пропали там действительно продаж не было все правильно вот а еще таким же образом я могу выбросить пустые цвета я говорю выброси цвета по которым тоже не было розничных продаж вот так и теперь у меня должен пропасть полностью серый цвет и полностью серебристый черный смотрим запускаем вот еще 10 строк пропало 41 строка теперь осталось и вот теперь наверное я получил результат как раз такой который у меня был в сводной таблице то есть остались некоторые нулы по тем цветам которые иногда продавались а иногда не продавались вот как у меня было первом варианте то есть используя функцию на нэпти вы можете более гибко отбрасывать эти пустые значения и по этой причине функция конечно лучше и люди предпочитают использовать ее но и у директивы на нэпти тоже есть преимущество научно просто она не усложняет код видите я вот тут тут у нэпти пару раз применил и уже сразу запросы тяжелее читается и к тому же надо было мне еще напрячься это все придумать а директива на нэпти очень простая пишите и просто в начале оси и все это удобно функция на нэпти кстати может применяться и с одним параметром в этом случае второй параметр берется из контекста но это обычное поведение для mdx функции в другие функции тоже так работают вы наверное знаете об этом вот у меня в этом запросе нету секции в и какая мера тогда будет рассматриваться в контексте ведь я могу в оси колонс перечислить через запятую несколько мер а какая тогда мера будет рассматриваться тут будьте осторожны потому что если у вас секции вы нет то непонятно какая там мера сработает какая-то сработает которая будет мерой по умолчанию но вполне возможно не та которая вам нужна поэтому лучше все таки второй параметр не забывайте вот сейчас у меня 41 строка я решил убрать второй параметр на тебя в новом окошке лучше это сделаю вот так выпускаем ну результат точно другой потому что 37 строк получилось и если посмотреть внимательнее то я увижу что до результаты как-то похоже по годам вот похоже но смотрите есть цвет серебристо-черный в результате серебристо-черный цвет выводится но я же знаю что по нему не было никаких розничных продаж откуда он взялся а просто мера по умолчанию в этом кубе которая и применялась как второй параметр для ногти она оптовая оптовой продажи были про это не забывайте но еще раз это не какая-то особенность функции нонемте это так все функции в mdx работают это обычное дело итак мы уже можем сказать про первое различие между двумя вот этими механизмами директивы нонемте применяется ко всей оси выполняется в самом конце запроса и вследствие этого неуправляема а функционами дает нам гибкость управляемость она применяется тогда когда нужно и вовсе не ко всей оси а к тому множеству которое нам нужно но применяется сами составляем набор кортежей любой и к нему можем применить вот эту вот функцию нонемте это первое и главное отличие и с этого вы должны на собеседовании начать рассказ про вот эти вот для конструкции однако ограничиваться этим на собеседование не стоит потому что если кроме этого вы ничего не расскажете по этому вопросу то работодатель сразу поймет что в области mdx вы новичок есть еще одно различие между этими функциями точнее не то чтобы различия а важное следствие движок который обслуживает mdx выражение он как вы знаете с оптимизацией не очень дружит и в мдксе нет такой вот оптимизации запросов которые мы привыкли в языке SQL то есть в языке SQL движок сам преобразует наш запрос к максимально эффективному виду и потом его выполняет оптимизирует наш запрос а с mdx запросами не так там оптимизация не очень и по сути эту оптимизацию вы должны делать сами ручками и один из эффектных инструментов это как раз функция нонемте фишка здесь в том что поскольку вы можете применить эту функцию нонемте в самом начале вычисления выражения то вы можете сократить количество кортежей которая будет рассматриваться дальше дальше смысле другими функциями но у вас же наверняка в реальных запросах там и когда нибудь фильтрация есть там еще что-нибудь такое и вот эти все функции они могут работать с более коротким списком кортежей из которых уже нулы будут исключены ну давайте я попробую какой-нибудь примерчик привести так мы поступим наверное следующим образом я возьму один из предыдущих вариантов скажем уставить и добавлю какой-нибудь какую-нибудь функцию например хочу отфильтровать вот эти сочетания годов и цветов и отфильтровать их таким образом чтобы выводились только те сочетания в которых было продано ну скажем больше ста штук вот так нонемте я вообще убрал никакого упоминания нонемте нету ни в виде функции не в виде директивы как сейчас этот запрос выполняется сервер собирает все возможные сочетания годов и цветов потом эти сочетания перебирает и для каждого сочетания проверяет а выручка количество проданных штук больше ста или нет ну и я вижу в результате только те сочетания где их больше конечно же пустых ячейка здесь нету естественно потому что мне нужно только что было больше ста штук продано однако такой запрос генерирует не очень большое количество вот этих картежей ну сколько там 20 строк а что если у меня будет более длинный список ну например давайте вместо годов и цветов годов все таки мало и цветов тоже мало давайте возьмем чего-нибудь чего много ну например с календарной размерности я возьму не годы а возьму скажем даты а что касается товаров то я возьму не цвета которых мало а возьму ну скажем название товара название товаров там побольше вот и меня по-прежнему интересует сочетание когда в какой-то день была продана одного товара больше ста но таких сочетаний не отдавайте больше десяти возьмем может быть больше десяти было посмотрим обратите внимание запрос выполняется уже такое ощутимое время до о выполнился 518 строк нашел и это у меня только два измерения в cross джоне а может быть 345 и так далее давайте больше 20 там есть такие продажи так смотрите еще раз почему сейчас запрос работает медленно потому что много дат много товаров и одно умножить на другое это получается очень большой список его этот список сервер долго-долго перебирает и выполняет вот это вот сравнение это операция она каким-то причинам делается движком медленно вот этот сравнение и когда мы заставляем сервер перебирать это много-много раз это еще медленнее 8 секунд выполнялся запрос ну 8 секунд это конечно печально пользователь такое заметит давайте сделаем так наверняка не каждый день были продажи и не каждый день каждый товар продавался давайте сократим список вот этих кортежей которые будут обрабатывать функции фильтр сократим мы очень простым образом функцией но он эмпти только не забывайте про контекст какую меру будем применять давайте допишем второй параметр вот так логически это никак не должно повлиять на результат ну потому что я все равно потом выброшу все сочетания где было меньше 20 проданных штук так что то что я сначала выбрасываю пустые сочетания а потом так фильтрую это никак не должно повлиять на результат результат будет такой же вот такой же какой 10 строк должно получиться в результате и давайте посмотрим сколько времени это будет выполняться их осмотрите выполняется то за одну секунду а было восемь секунд результат такой же 10 строк ну как видите скорость здорово возросла ну тут две новости хорошая плохая хорошая в том что функционер те дает нам такой замечательный способ для ускорения мдк запросов которые очень легко применять и ускорение радикальное это конечно плюс ну и плохая новость что раз такие топорные способы оптимизации срабатывают а значит сам движок этим не пытается никак заниматься такой оптимизации то есть мдк запрос с большим количеством функций он скорее всего у вас окажется не оптимально написанным и если вы хотите чтобы он выполнялся действительно быстро то придется еще его допиливать руками в общем это не так как мы привыкли в языке иску и и вот это вот второе отличие этих двух функций которая следует рассказать на собеседовании а именно то что но не мти применяют тогда когда вам нужно в том самом начале до выполнения медленных сложных функций и при помощи этой функции вы можете сократить наборы которые обрабатываются дальше другими сложными медленными функциями и запрос ускоряется вот и еще одна причина почему люди любят писать функцию нон-эмпти а вовсе не простую директиву вот такие дела так ну что ж теперь мы знаем различия всех между одним и другим механизмом директива нон-эмпти проста но не очень то управляемая и не дает нам никакого ускорения неэффективно но нон-эмпти посложнее но зато дает нам управляемость и возможность ускорить запрос хотя конечно запроса получается у нас не такие красивые но с другой стороны это не страшно потому что раз уж вы связали с языком mdx и взялись самостоятельно писать на нем запросы то тут насчет красоты наверное уже иллюзии у вас все развеялись вот такие дела ну что же наверное на этом все приходите к нам учиться у нас есть курсы по языку mdx по многомерным базам данных добавляйтесь пожалуйста в друзья ко мне во все сети и если вам нужны вдруг примеры из этого ролика или слайды то напишите мне на электропочту я вам все это вышлю рад был снова с вами услышится у микрофона был федор самородов до свидания до новых встреч